это у нас больница в узловском районе все грязное постели как будто умер кто-то тумбочки смотрите койки какие уколы делают ваты не выкидывает от уколов на столах лежат люди мерзнут под теплыми одеялами лежат говорим о чем ты в августе это с августа до лежишь болеешь ягу с августа так и не ложили больницу дома мучились а как сейчас положили почему потому что плохо наверно уже стало да а с какого города вы с дубовки с дубовки откуда это вообще узловский район а чужа не в город не отправили мест нету они мне вообще сегодня съемку запретили ведь не имеете право съемку здесь проводить а чё их боятся нам жить то осталось все старые уже а чё все равно они же заставляют нас законы сам снимать не но они закона нас заставляют соблюдать мы соблюдаем пусть они тогда законы делают вот бумажка это я вам адреса записал там департамент здравоохранения дюмину звонить туда звоните все говорите как она есть что не лечит что вы одинокое некому ухаживать и они сразу сюда звонит если ничего не помогает второй раз звоните по нескольку раз у нас отец вот также 23 февраля умер постоянно надо бегать звонить в тулу к русакову идти чтоб больницу положил больницу ложат там говорят зачем вы его привезли в больницу он все равно умрет в оконцовке вас туберкулезом выписали три дня вам по в три месяца помучился дома и все и умер у нас же правительство еще налог хочет ввести 20 тысяч за тунеядство что мы лечимся бесплатно что у нас бесплатно государство лечит а вы не работаете а государство за вас платит вот пусть люди увидят как они платят государство за нас что мы лечимся ну вы одинокое интернета нет никого поругаться некому за вас чтоб больницу положили но они хоть уколы лечения что назначили вам а диагноз поставили какой остеохондроз но хоть вежливо разговаривает вежливо хоть разговаривает это заведующая до приходила говорят мест нету а вон коек сколько пустых как в тюрьме все грязное все обшарпанное холодно правильно ремонт они украли сейчас 2 миллиона а сделали ремонт на 100 рублей надо ведомости все проверку делать я сегодня звонил говорю почему линейный контроль не приходит не проверяет они год у нас местный линейный контроль приходит а местные то кто местные все свои они здесь все годами сидят постели аж черное желтое все нет не будет когда вас выпишут с больницы а тогда в youtube скину а то сейчас все скину чтобы у вас проблем не был потом через месяц я знаю об этом вот так вот узловая больница на отшибе восток государства такое все для себя каждый день интернет открываешь каждый день каждый миллионы этот своровал тот воровал а еще говорит он за нас государство за лечение платит добыли бы у меня деньги я бы в платную пошел бы там намного быстрее лечит и все полгода мне самому диагноз не могут поставить чё к вам даже никто не приходит никто не приходит даже к вам некому да а как же вы дома лежали с августа месяца с августа месяца как дома одна лежали более сильные добыли а скорую сколько раз просили больница отвести так и не отвозили до но они все время здесь говорят идите к русакову русаков положит больница а сами они боятся больницу ложить почему никто ничего не знает койки аж все какие страшные все обшарпаны вот у нас больница их боятся никогда не нужно никого боятся нужно на том свете бога это с того света никто не возвращался никто не может сказать есть там бог или нет а так все люди молчат здесь узловой так и будет здесь продолжаться никто лечить не будет и никто ничего не будет делать нет москве там везут и 80 90 летних потому что там журналисты кругом и там бабульки интернет знают как чё куда зайти куда пожаловаться а здесь у нас бабульки отстал и от жизни от интернета москве сразу жалуются у меня сын работает каждый день как линейный контроль приходит больницу проверяет все страшно смотреть больница страшно а у всех у них квартиры миллиарды стоит дома яхты виллы а люди пенсионеры гибнут яхты виллы а у